В Тверской области стало на 14 автомобилей скорой помощи больше. 23 марта спецтранспорт отправился на постоянное место работы. Предшествовала этому торжественная церемония вручения ключей, которую провел глава региона. Наталья Чегет продолжит. Новый автомобиль «Газель Некст» уже готов к работе. Машина отправится в Калязинскую ЦРБ. «Газель» относится к классу «Б», а значит оснащена всем необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи. Машина, конечно, крайне необходима для скорой помощи. Она будет использоваться только на скорой помощи, как для внутрирайонных, так и для транспортировок пациентов в межрайонные центры. Кстати, Калязинский район получил автомобиль скорой после обращения жителей муниципального образования во время прямого эфира на телеканале «Россия-24» к губернатору Игорю Рудене с просьбой усилить службу скорой помощи. Это необходимость, потому что люди обращаются. Нужно в свое время оказывать экстренную медицинскую помощь. И очень приятно, что губернатор обращает внимание на развитие здравоохранения, на укрепление материально-технической базы. И вот получение очередной машины, конечно же, благо для наших жителей, тем, кто нуждается в экстренной медицинской помощи. Ключи от новых автомобилей глав врачам больниц вручал губернатор Тверской области. Как отметил глава региона, работа по пополнению автопарка скорой носит плановый характер. И на данный момент уже обновлено 168 единиц техники. И эта работа будет продолжена. Кроме того, Игорь Руденя, обратившись к присутствующим, выразил благодарность всем работникам скорой помощи. Это люди, которые первыми приходят на помощь нашим гражданам, тем людям, которые нуждаются в помощи, в медицинской помощи, в поддержке. Это врачи, фельдшера, водители, диспетчера, все, кто сегодня работает на станциях, подстанциях скорой помощи. Те люди, которых, может быть, мы даже не видим, это технические работники, люди, которые обеспечивают всю полноту и эффективность работы скорой медицинской помощи. Главная задача скорой помощи – это максимально быстро доехать до пациента. И здесь, конечно, большое значение имеет качество автотранспорта. Очень хорошая, мягкая, комфортная. Так что и больных будет доставлять легче до места, и не так трясет, как в УАЗе. Еще три санитарные машины «Лада Ларгус» выделены отвери, одна Кимра. В регионе планируется и дальше обновлять автопарк службы скорой помощи в районах. В общей сложности в ближайшие пять лет предусмотрена поставка 93 машин. А ведь это не просто техника. Каждая машина начинена современным медицинским оборудованием. Это и аппараты искусственной вентиляции легких, дофибрилляторы, шприцевые насосы. Большое количество современного медицинского оборудования. В том числе и оборудование для оказания реанимационной помощи пациентам и даже самым маленьким пациентам. Едва получив ключи от новых машин, водители скорой помощи отправились в дорогу. Кто-то в дальнюю, кто-то не очень. До своих медицинских учреждений. И сразу по прибытии автомобили задействуют для спасения человеческих жизней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok